Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном выпуске авторской программы Бесагон ТВ, которая будет называться «Анатомия власти». Но сначала, конечно же, мне хочется поблагодарить наших подписчиков только в Ютьюбе предыдущую нашу программу. Посмотрело более миллиона человек. И особенная моя благодарность к телезрителям канала «Россия-24», потому что, собственно, именно благодаря вам наша программа стала самой рейтинговой на канале «Россия-24». И, конечно же, это ваша заслуга, больше даже, чем наша. О чем мы сегодня хотим поговорить? И почему называется передача «Анатомия власти»? Вот в августе этого года министр обороны Сергей Шойгу выступил с очень интересным заявлением. Я думаю, что просто проще послушать, что он говорил. Создаются специальные центры, скажем, в Риге создан центр стратегической пропаганды. Кстати, нечто подобное создано и в Таллине, и в Варшаве. Там создаются такие информационные оружия, которые внедряются, распространяются по нашей стране. Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам, ну и вообще готовит оппозицию для любой другой страны. Скажем, там, Германия, Франция, Соединенных Штатов, Нидерландов. Мы не занимаемся этим в России. Мы не готовим специалистов. Но существует несколько центров в той же самой Европе, где готовят таких специалистов. И это не единицы. Это десятки, которые каждый квартал штампуются, штампуются и возвращаются, естественно, в нашу страну. Надо сказать, что на таком высоком государственном уровне такая информация, в общем, для меня лично звучала впервые. Мы заинтересовались тем, о чем говорил министр обороны, и решили немножко разобраться в этом. Вот документы, которые мы по этому поводу собрали. Я не буду долго занимать ими вашего внимания, только покажу вам одну схемочку. Вот смотрите. Финансовая поддержка оказывается со стороны Министерства финансов США, Агентством США по международному развитию, Национальным фондом поддержки демократии NET, Европейским фондом поддержки демократии, а также фондами Джорджа Сороса. Конечно, я не буду занимать ваше внимание подробным рассказом об этом, но некоторые детали мне хотелось бы все-таки осветить. Вот, например, Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций, так он называется, находится он в городе Рига, в Латвии. Центр ежегодно выпускает около 10 объемных исследовательских трудов очень жесткой антироссийской направленности, особое внимание уделяется фальсификации истории России. Директор Центра Янис Сарц, он заявил, что бюджет организации складывается из двух частей. Одна оплачивается из бюджета Латвии, а вторая состоит из выносов от стран НАТО, которые являются членами проекта. Рост финансовых потоков Центра только с 2017 по 2020 год увеличился на 40%. Центральная группа психологических действий, которые входят, между прочим, в состав сил специальных операций и располагается на территории войсковой части. Даже есть адрес, пожалуйста, город Баикдоч, улица Повстанцев, Варшава, дом 2. Европейский Центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам. Офис находится в Хельсинки, Финляндия. Вот. Этот центр создавался для противодействия России в гибридной войне и сдерживания растущего международного влияния РФ в мире. Или Центр передового опыта в НАТО в области киберзащиты. Вот адрес. Город Таллинн, Эстония, улица Фильтри, 12. В принципе, все эти центры рассчитаны на воспитание представителей несистемной оппозиции. Журналистов, политологов, активистов и так далее, и так далее. Это кадры для ведения мощной информационной войны с Россией. Куда идет все. Разжигание межнациональной ненависти, недоверие к государственным СМИ, презрение и отвращение от правительственных структур и так далее, и так далее. Причем очень целенаправленно. Вот, например, один из тех центров, про который мы сейчас говорили, это Европейский Центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам. Он был создан в 2017 году, за год до президентских выборов в России. Сотрудники Центра проводят обучения и мастер-классы для политиков и общественных активистов, оппозиционно настроенных к действующей российской власти. То есть враждебные действия по отношению к стране сформулированы четко и ясно. И никак уже не вуалируются. Называться может как угодно, Центр по борьбе, ка-ба-ба-ба. Не, а вот оно, вот оно. Вот оно, противодействие действующей власти. Причем есть свои направления. Например, юридическая поддержка ЛГБТ-сообщества, дискредитация власти, фальсификация истории работы с молодежью. А рупорами этих центров становятся определенные СМИ. Мы тоже о них говорили. Это, например, Беллингкет, Медуза, Инсайдер, Фонд борьбы с коррупцией и другие. Причем это не фигура речи, не сарка, это документы. Это, это, это документы. На каждый изложенный факт существуют документы, подтверждающие его правоту. Это не фейк. Это не просто бла-бла. А вот на официальном сайте Центра передового опыта НАТО в области киберзащиты была опубликована выдержка из онлайн-конференции 16 апреля 2021 года. На конференции говорилось о необходимости НАТО взаимодействовать с нетрадиционными партнерами из числа индустрии развлечений. Нужно подтверждение. Да пожалуйста, вот посмотрите, мы об этом тоже говорили. Потом индустрия развлечений, которая полностью соответствует тому, чего хочет НАТО, судя по документам. И вот уже Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, обязывает Россию признать однополые браки. То есть вы только вдумайтесь, это прямое, прямое вмешательство во внутренние дела страны. Мы видим, как происходит какое-то движение. Это просто вызревало довольно долго, но это произошло. Потому что иноагентами признаны и «Медуза», и «Дождь», и «Радио Свобода», «Барк Колледж», который спонсирует «Сорос». Про него мы тоже говорили. Вы посмотрите, какие гигантские средства вкладываются в эту, прямо скажем, подрывную деятельность. Почему? Почему так? Почему мы не устраиваем? А какая Россия их устраивает? Давайте посмотрим. Вот такая, наверное. Разрушение фабрик, ослабление ВПК, развал, сокращение численности населения, беспризорность, смертность, брошенные деревни, разрушенные предприятия, развал в стране, бандитизм. Это устраивает. А что не устраивает в сегодняшней России? А то, что она очнулась от того морока. А то, что у нее появилось мощнейшее оружие. Не для порабощения, как считают в мире. Не как атака, не как агрессия по отношению к миру. Нет. Как защита. И кинжал, и посеидон, и сармат. И закончен Северный поток-2. Как бы ни сопротивлялись. То есть, страна живет вопреки невероятным, постоянным, многолетним уже санкциям. Мало того, во многом благодаря им, этим санкциям. Это заставило нас обратиться на себя самих, посмотреть на себя, понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам выжить и двинуться дальше. Это не устраивает. Это раздражает. Это раздражает. И это привычка. Кто там эти? И вдруг. Это что такое? Они как это? А тут мигранты. Целые районы людей, которые приехали в Европу и не хотят жить по европейским законам. Не хотят говорить на европейских языках. Где начальник шведской полиции предупреждает женщин, им лучше не выходить вечером на улицу. Это как? Это что? Мы рекомендуем женщинам не выходить на улицу поздно ночью, просить, чтобы их кто-нибудь подвозил, и по возможности передвигаться по городу группами. Конечно, это вызывает недоумение, которое переходит в ненависть. А вакцина. Страшно с этим мириться. Потому что в этом случае в мире появляется огромная страна, которая не хочет принимать те законы, по которым этот мир хочет заставить ее жить. А как с этим бороться? Ну, методы известные очень. Все направлено на то, чтобы создать абсолютно ложный образ нашей страны. Посмотрите рекламку одну. Это французская социальная реклама. Очень как бы убедительно, с художественной точки зрения сделанная. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не позволим вашей прекрасной природой и вашими ресурсами маскировать ваше зверство, вашего кровавого режима. И как основа это отсутствие свободы слова. Субтитры создавал DimaTorzok Я, конечно же, пойду, если Владимир Владимирович выполнит три маленьких ничтожных условия. Первое условие – отдать Крым. Второе условие – извиниться перед Украиной. И третье, совсем простенькое – найти хороший черный маркер. И на лбу Гундеева черным маркером написать слово «у**». Я уверен, что я дьявол. И мне кажется, что я послан сюда, в наш человеческий мир, чтобы дебилизировать общество и прекратить его популяцию. Мы несем полную ответственность за развязывание СССР, Второй мировой войны. Это исторический факт. И вместо того, чтобы громыхать гусеницами, пердеть танками, надо открыть архивы в честь очередного 9 мая. Открыть архивы, чтобы мы все могли, кто хочет, прочитать, как оно было. В этот день мы должны каяться и просить прощения, а не праздновать что-то. Но стоило только МВД России признать комика и драка Мерзолизаде пожизненно нежелательным и обязать покинуть страну. Что началось? Никто не ожидал, что за шутку могут не то что посадить на 10 суток, как это произошло, но еще и выдворить тебя из того места, которое ты считаешь своим домом. Я даже предположить не мог, что за юмор могут судить. За, внимание, шутку. За шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розы. За шутку нельзя лишать свободы. Почему комика могут судить за шутку? Шутка! Шутка! Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно было говорить сутки. Я видел матрас, матрас действительно в говне. Матрас весь в говне. Просто, я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать. А если нам не нравятся такие шутки? Ну, не нравится мне шутка такая. Почему я должен терпеть его в своем доме? Почему? Кто мне запрещает сказать человеку, который оскорбляет меня в моем доме, Пошел лесом. При том, что этот человек не является гражданином Российской Федерации и пытался, хотел это гражданство получить. Он хотел получить гражданство страны, о народе которой, он так отзывается, он чего? И мы должны терпеть это? Ну, а теперь мы сами понимаем и прекрасно видим, что в преддверии выборов вся эта борьба с нами, она только обостряется. Ну, хорошо. Наши западные партнеры, они понятны. Маски давно сброшены, все понятно, все ясно. Что там, удивляться нечем. А у нас что происходит? У нас здесь что происходит? А давайте посмотрим. Просто интересно разобраться в этом. Собственно, поэтому мы и назвали передачу «Анатомия власти». Как ведется межпартийная борьба за места в Думе, в своей федерации? Как соотносятся интересы разных партий? Как эти партии соотносят себя с народом, который должен их выбрать? Просто интересно. Приведу пример. Знаете ли вы, что такое умное голосование? Ну, я думаю, что многие знают. Но для тех, кто не знает или забыл, я напомню. Вот смотрите. Это проект фонда борьбы с коррупцией господина Навального. Как он должен работать, этот проект? И непосредственно перед выборами тем, кто зарегистрирован на этом сайте, приходит письмо, за кого конкретно нужно голосовать, чтобы победить кандидата от «Единой России». Единственное, что им надо сделать, голосовать против кандидата от «Единой России», чтобы он не набрал абсолютное большинство голосов. Именно поэтому на губернаторских выборах мы рекомендуем голосовать за любого кандидата, кроме «Единороса». Поэтому краткий ответ будет такой. Если у вас в бюллетене фамилии кандидатов, руководствуйтесь рекомендацией умного голосования. А если название партии, то голосуйте за любую другую, кроме «Единой России». То есть, вы только вдумайте, ну вообще принцип для нашей страны «Кто угодно, только не». Посмотрите. Это не важно абсолютно. Человек не важен, личность совершенно не важна. Важна смена, важен процесс. Любой может подойти в качестве кандидата. Даже если это будет Гитлер, короче. Пусть будет, короче. Если Гитлер не понравится, как мы Гитлеру тоже как-то сменим. Ну вообще, вы понимаете, что такое для такой страны, как Россия, «Кто угодно». Страны огромные, многонациональные, с разными конфессиями, с несколькими часовыми поясами. Вот как можно подкинуть на орла, решку, страну? Кто угодно, только не. Ну, это нормально? Это вообще думающие люди могут представить себе такое? А вот интересно, откуда взялось у нас это умное голосование? Посмотрите. Вычислено 134 так называемых тестировщика. Это люди, которые тестируют так называемое умное, а на самом деле бездумное голосование. В чем смысл вообще от этого проекта? А смысл очень простой. Человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему сверху пришлет. Теперь давайте посмотрим, откуда пришлет источник вот этих вот тестировщиков. Некий стартап. Источник имеет фамилию Рубанов Роман Викторович. Рубанов Роман Викторович. Словно по совпадению, полный тезка бывшего директора ФБК, кстати, находится в федеральном розыске. Его контора признана экстремистской организацией. И вот господин Рубанов, ныне начальник отдела спецпроектов, американской компании «Моменту Спейс», аффилированной с Пентагоном. Тут налицо иностранное вмешательство и фактически экстремизм. Голосуют так, не думающие, а заставляют это голосовать так. И предлагают так голосовать думающие люди и знающие то, что они делают. Притом, что есть абсолютно очередные вещи, но мы уже обжигались. Слушайте, мы уже обжигались, но вспомните Люся Штейн. Еще хотелось бы узнать, как вы относитесь к проекту по реновации Курского вокзала, предложенный депутатом от Басманного района Андреем Шиккельгрубером. На фотоархитектурный стиль предложены им для реконструкции вокзала. Люся, подробно не надо отвечать. А где про вокзал можно прочитать? Странно выглядит смайлик. А вы знаете, что это такое? Это фасад железной дороги в Освенце. А кто такой депутат Андрей Шиккельгрубер? Не знаете? И Люся не знает. А вот я знаю. Теперь, наверное, вы знаете, кто не знал. Это Адольф Гитлер. Или вот еще. Вот посмотрите. Мне не стыдно, что я король гламура, икона стиля. Мне не стыдно. Нет, вообще ни капельки, ни чуточку. Я из деревни, из маленькой. Поэтому я с народом. Мне народ сказал, мне народ поручил. Все, надо делать. Узнаете? Это господин Зверев. Кандидат в депутаты от Бурятии. Нормально? От партии зеленых. Где Бурятия? И где Зверев? Это примерно то же самое, что госпожа Нарусова, сенатор от Тывы. Родины, кстати, нашего министра обороны. А на сколько раз там была вообще? Где Тыва и где госпожа Нарусова? А вспомните, кто пытался пройти от Единой России в Государственную Думу от Ивановской области? Если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. А теперь поговорим о предвыборной гонке вообще. Вот вы слышали когда-нибудь, чтобы кто-нибудь из лидеров партии перед выборами новыми сказал бы, братцы, мы вот обещали вот это, это, это и это. У нас не вышло. У нас не получилось это потому-то, потому-то и поэтому. Мы понимаем, что мы не выполнили на свои обещания. Но мы знаем, как это делать. Мы хотим вашей помощи. То есть, честно поговорить с людьми. Нет, мы только слышим, как лидеры партии обвиняют в том, что происходит в стране нехорошего, других лидеров, других партий, когда чужое поражение считается собственной победой. Как будто это люди живут в совершенно разных странах. Казна действительно пуста, потому что ее разворовали те, которые сегодня сидят перед вами и рассказывают с ужасом, как же так развалилось наше государство, как же так развалена экономика. Но ведь это они и сделали все, кроме нашей партии, все, кроме меня. Яблоко единственная партия, которая предлагает реальную политическую, экономическую, нравственную альтернативу. Нужна уверенность в завтрашнем дне. У вас есть все это? Если нет, то как можно оказать доверие нынешней команде? Ведь все перемены при ней только к худшему. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Вы вспомните 1917 год? Что большевики обещали? Первый декрет. Декрет о мире. Второй о земле. Мир народу, земля крестьян. А что вместо этого? Комбеды, продразверстка, изъятие последнего зерна, раскулачивания, расстрелы. И в результате крупнейшее восстание в Тамбове, крестьянское восстание, которое жесточайшим образом подавлено, причем с применением химического оружия. В нашей стране впервые. А мир хижинам война дворцам во что превратилась? В кровавейшую гражданскую войну. Одну из самых жестоких и страшных войн. По крайней мере на нашей территории. А что обещали, стремясь к власти, разные партии в течение этих лет? Посмотрите. Мы сразу начнем решать проблемы, менять нищую политику. Деньги есть, золото есть, промышленность есть. Мы никогда не позволим разгонять колхозы и никогда не будем мучить и душить фермеров. Перейдем от деления постоянно сокращающегося пирога к экономическому росту в России. А значит появятся деньги для решения наиболее острых социальных проблем. Значит начнет расти благосостояние. А выход есть. Для не снизить эти налоги. Тогда экономика будет дышать, тогда промышленность будет становиться на ноги. Мы знаем выход. Мы добьемся минимальный размер оплаты труда 6 тысяч рублей. Пенсии выше прожиточного минимума. Учителями и врачам статус госслужащих. Молодым семьям беспроцентный кредит на покупку жилья. Каждой семье лучшую жизнь. Мы выступаем за бесплатную медицину для всех. Вместе сохраним доступную медицину для народа. Мы будем защищать ваши интересы. Я буду. Обещаю. КПРФ гарантирует, что правительство народного доверия введет прогрессивный подоходный налог, освободит от его уплаты бедных граждан, возродит российское село, даст жилье молодым семьям. Всю казну на производство. Хватит унижать русских. Труд раскрепостить. И последнее ударим по бюрократам. Учителя должны иметь все основания гордиться своей профессией. А наши дети полученным образованием. Мы этого добьемся. А вы что обещаете сегодня? Мы вернем прежний пенсионный возраст. Каждой маме по зарплате. Зеленая экономика, массовое предпринимательство, доступная, эффективная медицина, современное образование. Вот настоящие цели нашей страны. Списать долги за ШКХ пенсионерам, бедным, родителям-одиночкам. Ну, хорошо. Допустим, мы уже, скажем, говорили о партии Яблоко. Действительно, довольно странно. Для меня, по крайней мере, странно, когда люди, которые хотят иметь власть в своей стране, при окончании своего съезда, поют не гимн своей страны, в которой они хотят получить власть, а гимн Европы, который объявляет нам санкции. И тем не менее, и тем не менее, основатель партии Яблоко, господин Явлинский, публично отрекся, отказался от того, что эта партия может и будет сотрудничать, скажем, с теми, кто поддерживает Алексея Навального. Хотя прекрасно понимал, какие обвинения на него посыпятся. Навальный выйдет на свободу, начнет заниматься политической деятельностью, и окажется, что Яблоко не пользуется никакой популярностью, а за ним люди пойдут. За Гитлером люди шли, ну и что? Вы серьезно ставите Навального Гитлера? Ну и что? Он не просто националист, он дипломированный националист. Своими высказываниями об Алексея Навальном вы пинали лежачего и унижали узняка политического. Вы же чем занимаетесь? Человек сидит в тюрьме, а вы его бесконечно мусолите. Вы его мусолите и мусолите, мусолите и мусолите. Дойче Веле дает существовать. Он свободу уже разогнали, а вас еще нет. Почему? Ну хорошо, а вот как быть сегодняшними коммунистами? Последователями комиссаров в пыльных шлемах, чьи помыслы должны быть чистые, бескорыстные? А как соединяются сегодня эти лозунги, эти помыслы с реальным делом? С реальными делами? Ну, например, вот что говорит депутат от КПРФ господин Бондаренко. Ну, просто послушайте. Вот иногда меня спрашивают. Николай, ну а вот тебе, ты же тоже живешь в Российской Федерации. Ну тебе же круто, теперь Крым часть России, у тебя там есть возможность отдохнуть. Вы понимаете, что 90 с лишним процентов жителей нашей страны вообще не отдыхают? У них нет понятия отпуска. Ну на кого это рассчитано? 90 процентов жителей нашей страны не имеют возможности отдыха. А вот это кто? Вот на пляжах, вот это кто? В Крыму, в Сочи, на Кавказе, посмотрите на этих туристов, на Алтае, на Байкале, в Сибири. Это кто? Это не жители нашей страны? Да, да, да. Есть люди, которые предпочитают проводить отпуск дома, кто-то на даче. У кого-то вообще нет такой возможности. Такое есть. Но 90 процентов, которые не могут, это для кого? Это кого он лечит? Но все на продажу. Все в дело. Лишь бы обвинить. А вот высказывание того же депутата Бондаренко про Крым. Чей Крым? Меня поставили в тупик. Вы хотите, чтобы я сказал, Крым наш? Не скажу. Когда меня спрашивают, Николай, ну вот ты все-таки претендуешь, да, своими товарищами на смену власти в России мирным и легальным путем. Ну а как же вопрос Крым будет разрешен? Вы знаете, я всегда от таких вопросов, ну если есть возможность, стараюсь отходить. Почему? Потому что этот вопрос власть эффективно использовать, чтобы общество разделять, чтобы играть на противоречиях, на разных мнениях. Но тем не менее, я как человек, выступающий за истинное народовластие, за то, чтобы общество участвовало в управлении государством. И на этом этапе любой руководитель, любой чиновник, даже самый высокопоставленный, превратился всего лишь в управленца, всего лишь в служащего, у которого есть достаточно простые примитивные функции. А основные бразды управления лежат в руках населения. Так вот, я считаю, что этот вопрос, как и любой сложный, должен решаться на референдуме. Он должен, значит, всеобщим голосованием принимать решения. Человек, который идет в Думу, вслух, высказывает свои сомнения относительно принадлежности Крыма. То есть, впрямую нарушая Конституцию страны, где есть статья о неделимости территории России. Мало того, он не признает прошедший референдум, где почти 90 с лишним процентов проголосовали за присоединение Крыма к России. Он предлагает новый референдум. Почему? Что это? Мало того, коммунист Бондаренко, о котором мы уже говорили, участвовал в январских митингах в поддержку Алексея Навального. Вот посмотрите его видео с YouTube-канала «Голос оппозиции». Прямо обратить внимание, что у коммуниста Бондаренко определенный символ, сжатый кулак. Это называется кулак Соруса. Того самого, который спонсирует цветные революции во всем мире. А вот другой пример. Это основанный в 2018 году интернет-канал «Страна и народ». Сначала он как бы пропагандировал кандидата от коммунистов в президента товарища Грудинина и в целом освещал доброжелательную позицию действия КПРФ. А перед выборами вот этими, 2021 года, риторика резко изменилась. Начался негатив в сторону силовиков, полиции, Росгвардии, МЧС, пожарных и так далее, и так далее. То есть некое возбуждение людей, которые столкнулись с проблемами. Будь то проблемы тех, кто был наказан за несанкционированные митинги, или проблем тех, кто пострадал от пожара, наводнения и так далее. Мало того, негатив начался и в сторону Русской Православной Церкви. То есть попытка привлечь к себе обиженных, пострадавших, а в том числе и атеистов. Все в котел, все в копилку, любой ценой. И в то же время, что мы слышим на радио «Комсомольская правда». Товарищ Зюганов, ничтоже сумняшек, говорит, что первым коммунистом был Иисус Христос. Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите на горную проповедь Иисуса, и рядом моральный кодекс строительства коммунизма. Один в один, вы просто ахмите. А главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ешь» написан в послании апостола Павла Фессалоникийцам. Надо изучать Библию, вы тогда будете понимать многое. То есть, с другой стороны, привлечь и голоса верующих. Ну, слушайте, помилуйте, друзья дорогие. Ну, тогда надо канонизировать Владимира Ильича Ленина, причислить его к лику святых, а его бренное тело, нетленное, которое поддерживается огромным аппаратом и огромными усилиями биохимиков и ученых, объявить святыми мощами. Ну, как это соединяется одно с другим? Ну, вроде как даже получается, что правая рука не ведает, что делает левая. Неправда. Правая рука очень хорошо ведает, что делает левая. Просто любой ценой. Любой ценой. И все это после того, что большевики и коммунисты устроили вообще с православием, с церквями, с озарением, с расстрелом священников, с запретом на посещение храмов и так далее. Ну, как это совмещается? Ну, где правда? Где искренность? Нет. Все в один котел. Любым путем. Только к власти. Дальше. Вот смотрите, что товарищ Зюганов говорит про Навального. Нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного попаха Пона, именуемая Навальным. И хочется называть даже это имя. Навалились на Россию. Его обслуживают минимум четыре разведки. ЦРУ это точно. Ми-6 абсолютно точно. И БНД, которая сопровождала и самолеты провожала. Я обращаюсь к журналистам. Не играйте с огнем. Нам не нужен очередной полгопон. Правильно говорит? На мой взгляд, правильно. Это так. Но это говорит председатель партии. А как это совмещается вот с этим? Коммунист Валерий Рашкин, депутат Госдумы, член КПРФ, благодарит Навального в 2019 году после выборов в Мосгордуму, на которых умное голосование поддержало кандидатов от КПРФ. Причем только потому, что умное голосование, как мы уже слышали, это голосование за кого угодно, только не за единороза. Навального, по вашей оценке, преследует по политическим мотивам? Я считаю, что да, потому что его деятельность, его критика, его, так сказать, взгляды, они противоречат сегодняшнему клану, который сидит в Кремле. Как это соединяется? Ну как? Почему? Все на продажу. Все слева из... Все туда. Все туда, чтобы войти во власть. А вот полюбуйтесь, каким фейковым приемом прибегают партии в безжалостной борьбе друг с другом. И скопинский маньяк пригодился. Или вот другой пример из программы КПРФ. Послушайте. В России же налицо острый имущественный и социальный раскол. Кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального богатства. Привилегии олигархов народ оплачивает собственным вымиранием и массовой бедностью. Есть в этих словах правда? Есть. Есть. Коррупция? Есть. И дистанция между очень богатыми и очень бедными огромна. Ее надо сокращать правильно. Но у меня возникает вопрос. Если вы выдвигаете такой лозунг, ну каким образом около ста человек в партии КПРФ являются миллионерами? Ну как? Ну, один пример приведу просто. Владимир Блотский, кандидат от КПРФ, доход которого за 2020 год составил почти 280 миллионов рублей, у которого там собственно и так далее. И таких много. Я не против богатых. Я против того, чтобы одни богатые призывали небогатых отнять у других богатых. Вот против чего я. И опять возвращаемся к незабвенному Федору Михайловичу Достоевскому. 150 лет назад в романе «Бесы» он написал вот это. Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники? И даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник. Почему это? Вопрос остался открытым. Почему это? Вот еще одна занятная тема. Я думаю, что это касается не только КПРФ, это касается, полагаю, всех партий в той или другой степени. Ну вот конкретная информация. Чемком партии Павел Поляков описывает мошенническую схему, в которой ему предложили место в предвыборном списке за 3 миллиона рублей. Между участниками сделки был заключен договор о благотворительном взносе на нужды партии. Взамен гарантировалось место в проходном списке кандидатов от КПРФ на выборах в Гордуму Волгограда. Но по словам Полякова, хоть деньги он передал, но в список включен так и не был. Почему я и обнародовал эту информацию? А вот это, например, видео. Посмотрите. Рашкин прав, слова он произносит совсем другие. В нашем распоряжении оказалась видеозапись его встречи с потенциальным кандидатом в депутаты. А потом был телефонный разговор с тем самым соискателем, бывшим сотрудником прокуратуры Олегом Доставаловым. Он косвенно подтвердил, с Рашкиным не удалось договориться. Вы не сошлись с Валерием Федоровичем, как я знаю, на какой-то финансовой теме? Ну, верно, да. Какая была цена вопроса? Я промолчу, так его по телефону не называют. В общем, я хочу, чтобы вы меня поняли. Ведь тут разговор идет не о том, что за кого-то, против кого-то. Что мы можем сомневаться в том, что и во властных структурах огромное количество людей, которые не соответствуют тем постам, которые они занимают. Не соответствуют. Ну, подождите, как можно, допустим, оценить вот такой спич заместителя министра просвещения, господина Андрея Корнеева? Я сейчас не оцениваю, он, может быть, прекрасный человек, но если я не знаю его и слушаю и узнаю, что понимаю, что он заместитель министра просвещения, вот что я могу подумать про министерство просвещения и вообще про власть? Другими словами, это постановление правительства регулирует, как образовательной, научной, организации образовательной, научной, организации в сфере культуры осуществить на своей инфраструктуре для обучающих школьников, студентов, как провести мероприятие просветительской направленности. еще раз повторю, у себя на своей инфраструктуре для своих студентов, школьников, сотрудников и в рамках одной организации. И поймите, тут нет никаких приоритетов. Во власти очень много талантливых, деятельных, действующих, полезных людей. Причем во всех партиях, не обязательно в партии власти. Они есть, но есть и балласт. Есть и фальшь, есть и двойные стандарты. Слушайте, я никогда не был членом никакой партии. Мне достаточно вас, дорогие телезрители, и подписчиков наших. В общем, вот это наша партия, партия тех, кто смотрит в одну сторону, размышляет, думает, спорит и волнуется на разные темы, которые для нас являются актуальными. Но повторю, мне тоже не нравятся очень многие вещи, которые происходят у нас в стране. Я понимаю, что они мешают нам, они раздражают нас. Но в это время, сегодня, когда мы находимся в окружении в общем-то мира, требующего от нас того, на что мы не можем согласиться, когда мы видим, что происходит в Афганистане, Сталин, когда у груза сотен тысяч беженцев стоит перед Европой, перед миром вообще, когда мы должны понимать, что по большому счету в Европе мы единственная страна, которая может защитить те ценности, которые для нас являются основополагающими. Единственная страна. Но разве вот в это самое время мы можем допустить, чтобы кто-нибудь пришел к власти, кто угодно, только не. Повторяю, у меня нет никаких приоритетов. Единая Россия, не единая Россия. Нет. Но мы существуем в определенной стабильности, которую нужно беречь. И вот в этих условиях как мы можем, как я уже говорил, подкинуть страну на Орла-Решку? Как мы можем позволить разрушить эту хотя бы существующую сегодня хрупкую стабильность именно в тех условиях, в которых мы живем? Повторяю, это не значит, что все хорошо. И, конечно же, нужно исправлять то, что нам не нравится. И, конечно, надо бороться с коррупцией. И, конечно, нужно выкорчевывать воровство и казнократство. Конечно. Но переломать структуру государства на радость тем, кто этого так хочет, я считаю, что это преступление по отношению к самим себе. Просто преступление. Все партии обещают что-то такое, что возможно достичь, только ломая. Это беда. Поэтому в данном случае я говорю не о приоритете какой-то партии, а о сохранении того хорошего и обнадеживающего, что мы сегодня имеем. И это принципиально важная позиция. И воспитывать будущую власть в стране нужно с младых ногтей, с детского сада, с ясли. Воспитывать людей, которые понимают, где они живут, которые знают свою историю, свою традицию. Это задача, которая ложится на образование, на воспитание, на историческую память. Хочу напомнить вам одну по-моему очень глубокую мысль очень умного человека и нашего заклятого друга Уинстона Черчилля, который сказал, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выбор. И в подтверждение этого хочу показать вам один ролик. Делегация МИД в Брюсселе работала несколько недель. Результатами работы стала загар и похмелье. Работали они. Работнички. Мы долго искали точки соприкосновения с нашими европейскими партнерами. Не надо нам прикосновения европейские, бля. А будут выпендриваться, красную кнопку жахнем. Егор, ты хорош. Не, ну а что они там по курортам мотаются за наши бабушки? Так-то могли и по удаленке созвониться. Ну, по удаленке, так по удаленке. Коллеги, позвольте представить вам нашего эксперта из России Егор Михайлович. Присоединяйтесь к дискуссии. Это мне говорить? Вам, вам, коллега. Я же слышу, у вас есть собственное мнение, потом вы же недавно сериал про политику посмотрели. Разбираетесь уже? Давай. Не, ну тут... нефастикумный телик. Там камера, что ли? Надо заклеить. Правильно. Такие вопросы лучше решать в формате личной встречи. Что вы нам порекомендуете на ближневосточном направлении? Ну, говори. Ты же про это всю Википедию прочитал, пока к нам доставка ехала. Ну, задолбали вы. Вы дипломанты. Вы решайте. Сергей Гожукетович, это что? А это вам передали. Самую верху. А то мы же нерешительны. Нет у нас человека, который может жахнуть. Кстати, армию я уже распустил. Спасибо за совет. Разрещать на сто будет? Ты же сам говорил, что нет смысла в армии. Поэтому ты отмазался. Ну что, Курилы и Японии отдаем? Егор быстрее. Или Японию к Курилам присоединяем? Быстрее. Судьба страны в ваших руках. Ну что? Быстрее. Куртуго. Ай! Делегация МИД в Брюсселе работала несколько недель. Катюха! А! Там это? В сфере экономической... Выборы еще идут? Да, а что? ...соприкосновения с нашими европейскими... Надо проголосовать. ...в целях обеспечения безопасности... Пусть сами вывозят. ...чтобы принять единственное правильное решение. Ну вот и все на сегодня. Голосуйте за кого хотите, кому верите. Но помните, что самое главное наша задача это сохранить нашу страну. А вот и Мишин Криворучка, который пришел и сказал уходим по одному, если что, мы геологи. Я жду вас на следующей встрече. Редактор субтитров А.Семкин